херах новый день всем привет продолжаем продолжать мы сейчас уставим у нас морозец как бы продолжается так у нас сейчас софитная часть g-профиль внизу поставили и такой же здесь профиль к стеночке до примыкания некое такое вот накрутили доску доска это у нас каркас запад под 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 нашу софитную часть вот теперь вот сейчас с другой стороны также сейчас там крутим также g-профиль отрезали по ширине прикрутили и здесь закольцевали потом идем наверх и от верха ставим рейкой будет буду наверху я вам покажу херах новый день пасы сегодня у нас изрядно потеплело но если так можно сказать минус 9 слава богу так что закинули провод под освещение под софитку проставили рейку забиваем сюда кассеты вот здесь спец картины потому как идем от верха чтобы ровным размером размером тут бывает выходит клин вот такой вот небольшой относительно но это тут не стандартная картина поэтому приходится делать по месту здесь уже смонтировали часть да там нижней еще на закрепить и вот так пошли монтировать рейка уже везде стоит а я иду сейчас мастерскую вторую делать на эту сторону вот сюда вот вчера вот когда был мороз был такой прикол ну как стать прикол от было минус там 23 по моему и 25 пример хера за не смотрели утром я показывал на машине было ну показывал минут 25 то прошлом выпуске а это один же тот же день как бы просто видео закончилось а работа еще нет и там ваня этот самый на трубе сейчас я вам покажу примыкание дел и с фонариком на лоб все положено утро начинается с темноты то сиди начинается утром с темноты вечером заканчивается ровно точно также световой день очень короткий поэтому всем у таких амунициях так вот там ваня делает заднее примыкание на трубу вот и фишка в том что когда одну сторону сфальцовывал сейчас фальцована по ходу не всех вань 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 ваня не слышал в леса он уже сфальцевал две части да ну как бы две стороны задние короче там плана пока что там вот сзади ты сзади уже сфальцевал все нормально да да короче и сфальцовывали вчера сфальцевал сфальцевал ну первым номером завернул вторым заворачивал заворачивал на этом радиусе стучал стучал перекурить остановился встаю 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 такой треск и фалис треснул нахер просто разорвало в мороз работать нельзя соответственно ваня пытал иллюзии какие-то я ему сказал остановить пойдем зайдем хорошо что это был первый первый сфальцевал 2 рванул было бы прикольно конечно разбирать там все а так все было получено пошло сейчас попробую найти заготовку эту если она есть если не перерезали на что покороче вот и покажу вам вот пацаны то заготовка ну как бы она уже немножко ну чтобы понимали открывался фальц но надрыв вот он пенч и разорвал так вот так знайте что работать можно при максимально отрицательной температуры температуре сисайбис уралом до минус 15 вот такие все вещи крутить нельзя вот на эту перережу часть вот эта часть пойдет у меня на верху там на софитке там вверху такие две полоски узкие и на две даже и хватит вот но эту часть на смотреть скорее всего на конек на внутреннюю реку пойдет тут две штучки это будет вот в общем вот так вот вот такая вот наука что ваня хотел чтобы мороз да такие дела пацаны вот вам наглядный пример с работой этим с работы с металлом в отрицательную очень отрицательный о это это прикол получилось вот очень отрицательную температуру очень вот ну шутки шутками конечно но вот такой вот ну такая вот практика у нас уже имеется а не должна была быть вот на самом верху две узенькие заготовки через рейку там снег вот здесь еще монтируем так выглядит правда обмерзшим отогнул вот он торчит больше отогнул все по краю вот и начинаю подрезать сантиметра полтора то есть получать 15 миллиметров чтобы они остались потому как на заготовки 20 миллиметров вот туда будет как бы заходить старт смонтировали стартовую и рейку теперь собственно кассета вот она вот так вставляется к яночке подбивается за все и здесь ставим клямер вот в общем вот такой алгоритм действий как-то так сейчас потемнеет уже снимать не смогу был монтировать сегодня надо зашить и так вот все чтобы осталось только ветреник вставить так и так пацаны в общем уже темно давно причем вот можете поверить мне на слово все ветреники готовы вы не проверить на самом деле там три штучки и две по моему может уже все стоят пацаны уже может поставили уходил в общем замерил конек вот такую залипуху да но конечно здесь выдаливать не будем ничего этот самый эмблема одна уже стоит вот так что в принципе уже понятно кто и кто здесь так здесь просечка прошелся как я вымерил да у нас угол 60 градусов вы померил электронной малкой вот где-то там вот померил угол 60 отступил все расстояния на подворот потом померил от конька у нас здесь 100 миллиметров все подвернул ну сейчас подвернул все вот но уже ладно я сейчас попробую сформирую в сегменте в тепле стоит я сейчас формирую покажу мы готовы вот такая вот заготовка здесь не до конца загибал по месту чтобы ставить было проще ну вот теперь пойду поставлю а завтра вам последовало уже покажу ее смонтированную хераку нового дня пацаны в общем четвертый шалаш одна сторона готова вот ту трубу которую я вам показывал вот видите вот она вот есть картина 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 и она же входит на трубу вот обшили юпочку поставили и задвижку туда задвинули такую чтобы потом возможно было туда залезть я все энергии показывал это делать то есть потом они выдвинут сделаю там всю свою все что им необходимо и поставить вилку снаружи на эту крышку вот в общем этот скат уже готов мы сейчас там леса собираем на вторую часть ветровой я вам покажу сейчас что с этой стороны готова и покажу вам уже готова как я вчера обещал готовы софитную часть той стороны батарея 5 садится вот здесь уже два окна обошли здесь только задняя часть еще не готова вот она лежит вот там уже ваня занимается вот такие дела лежит рапики все готовы ваньки сейчас идем туда я вам покажу там так пацаны чем с нижняя часть готова сейчас буду ставить ветреники вот у нас узелок снова вот сейчас лестницу ваш мя положил на картину и пошел заниматься ветрениками вот в этот момент то что пока покажу пацаны ну мы собирали пацаны сейчас уже будут делать деревяшку под софитку с этой стороны вот здесь так вот собрали леса как говорится теперь в путь вот такие дела смонтировал ветреник на одной стороне вот такой вот у нас узелок получился ну я уже показывал так на перезаписать смонтировал ветреник на одной стороне не пойму что это за мутняк такой на камере короче внутри запотевшая как с этим быть не знаю вот такой узел пацаны ну так часыронку отвезти вот тогда будет видно да печально вот так вот здесь вблизи вот так все красиво видите отлично просто любой косяк так можно показать и будет прекрасно ладно все нормально сделал здесь собственно прикрутил кронштейн вот видите сейчас опять на смещать вот вот кронштейн прикрутил ну к пальцу прикрутил потом прикрутил досочку все это с лестницей наверху вторую тоже так точно так же чтобы она была прижата никуда у меня не уехала вот сейчас переставляю на другую сторону здесь и продолжая точно так же надо сделать с этой стороны тоже вот а с той стороны уже обрешетка делается под софитную часть и скоро будем начинать g-профиль было бы неплохо сегодня еще там поставить g-профиль везде рейку везде прокрутить может кассету кассеты часть смонтировать но как будет так и будет сейчас у нас уже говорю уже не очень холодно поэтому все же быть нормально ну да пятно конечно пиздец конечно вроде пятно исчезло все полностью страна готова нет верхняя только на хлопучке этой но она будет потом когда будем конек делать сейчас на той стороне поставили g-профиль и делаем рамку рейку сейчас переключимся туда если будет еще светло что-то да покажу вам а так вот так вас она уже силуэт вот такой вот и озеро она там немного не видно там лед уже видно но имеется ввиду что он до этого был просто до этого он был озеро было все в снегу а сейчас уже ветром по раздувало ветер нереальный просто не за петличку слышно не слышно помехи будут не будут но он сильный вот давайте пройдем красота это здесь у нас камни вот она озеро кто-то ездил кто-то даже ходил там на чем-то вот такая вот завод здесь вот так вот она идет вот так вот так и туда вышла в основное ладожская это как бы залив я уже говорил и шалаши в общем идем в эту сторону херак в новый день пацаны у нас светает а это значит что у нас есть возможность для съемки короче чего уже эта сторона софитка готова последнюю кассету вставляем на этой стороне имеется ввиду вот на этой стороне уже стоит редко рейка и стартовая она немножко отличается потому что как внизу джи профиль вот и сейчас пацаны будут закидывать на эту сторону я вот сюда сделаю стартовые кусочки мы их не сделали сразу пойду заготавливать и клеймера сейчас мы придем так ванне посмотрим чем он там занимается так мы вот мы подошли к ваньке чем он тут занимается саня сделал трапик там он вкрутил в контур брус там через кронштейн к фальцу зажали ваня взял трубу мало того что сальцованную как я вам ранее показывал и проклеенную вот ну прямо кашку вот здесь уже все готово здесь осталось сформировать малый фальц вот сейчас ваня вот там ставит проходку сверху две картины и пошли сюда закидывать здесь картина с двумя большими пальцами вот в общем такие дела сегодня уже заканчиваем фальцом закидывать четвертый шалаш то есть уже вся кровля смонтирована остается вот там у нас как я уже показал софит куда делать конек и здесь софиткой конек полностью то есть завтра ваня приступает уже к софитной части на этом шалаше вот такие дела смонтировали всю софитную часть поставили стартовую вот она так вот так идет у нас и получается здесь кассета будет в рейку заезжать а здесь в стартовую заезжать вот я их померил сейчас стартовую поставил они у нас другого размера нежели те немножко бьется шаг у нас везде одинаковым мы задали 592 видите шаг наш а вот здесь низ 592 вверх 600 то есть 8 миллиметров разница это вот эта часть как бы наклонена потому как вот здесь вот видите прочерчено подугольник карандаш подугольник эти рейки станут подугольник вот есть такие вот небольшие как бы погрешности вот поэтому они специально они не делают сразу они делаются в конце как вышло так и вышло допустим с вот этой вот рейкой да у нас здесь 621 вот здесь то есть получается здесь на 20 миллиметров там 2028 до миллиметров до здесь больше как бы эта сторона вся больше потому что все кассеты все эти самые от верха идем по шаблону вниз вниз внизу у нас на немножко бьются ежедом это никогда не увидишь потому как если идти снизу то верху ты на хлопучка и она будет разная или либо делать и все растаскивать но это вообще триндец конечно вот в целях того чтобы это все максимально быстро как бы организовать сделать там смонтировать делать все одинаковое а внизу размер немножко пляж вот не вижу ничего критичного в общем все отлично сейчас лим на обед и этот самый после обеда я думаю все успеем сделать не за светриком или нет сейчас пойду ваня покажу ваня уже трубу круглую смонтировал смонтированная труба ваня формирует малый фальц с одной стороны возле трубы смонтировал уже сформировал видите малый вот на проходочка наша круглая стоит вот и осталось нас три ровных картин после обеды ваня за часа полтора все смонтирует потому как они все бендерами катаются потому что размер не стандартный вот поэтому каждая картина вот эти три картины разбиваются то есть расстояние на три картина три штуки то есть и картина да и получается три картины одинаковой ширины но это в чистую готовыми одинаково ширины по факту они они разные и почему под потому как вот сейчас первая картина так у нас там есть слоя будет большой фальц увеличенный а потом малый фальц центральная картина она по ширине подрезана она катается на боре прокатали полностью малый большой фальц стандартный а потом последняя картина она с двумя большими фальцами где правый из-за окошка примыкания увеличенный левый стандартный вот и по факту получается все три картины все три разные но в чистоте они будут готовыми одинаковыми ну если вы не поняли да я думаю что 99 процентов аудитории уже поняла но я повторюсь вот именно для тебя одного или вас двое имеется ввиду вот это расстояние и у них будет одинаковая но фальцы за счет в разности пальцев они будут немножко разные все вот в общем так уже смонтирована осталось чуть-чуть осталось чуть-чуть вот собственно поставили кассеты все тут обжали там обжали все вот такой же стартовый вот на этой стороне еще рейку доставляют пацаны вот здесь уже тоже также поставил все же здесь уже кассеты поднабрали ну можно сказать что уже готова останется сейчас ветренький только поставить да и все и сегодня будем монтировать сюда уже лестницу ну вот она такая тоже лестница мы нарастим и ставить треугольники вот эти которые будут держать леса у нас под конек вот и алгоритм действия на следующий будет эти ну это звено как бы саня с вовой переходят ну я в том числе переходим на на тот шалаш и монтируем также там софитную часть то есть леса софитка ветренник вот ваня переходит сюда и здесь монтирует лиса и монтирует конек вот смонтирую здесь конек я тоже буду с ним здесь мы будем перед ну я буду бегать туда и туда как бы я везде буду вот а потом уже собственно тот шалаш короче еще дня дней 5 я думаю 6 будем заканчивать ну может быть 7 максимум а вот здесь вот собственно вот осталась одна картина с двумя большими пальцами час ваня доставить ламира там по подрезает где малый пальц а саня пойдет выкатает можно сказать что шалаш закончен уже давать а саня не слазит он он шифруется нет съемка идется а самое интересное он что-то натворил да я прошу он у нас с венера я бы я прошу обратить правоохранительные органы украины почему как твое фамилия и отчество в это все шутка короче в общем пацаны на этом будто серия заканчиваться вот ванька помаши жене пока или привет пользуясь случаем хочу передать привет своей жене любимой леночки деткам всем привет ну я думаю все они услышали без петличка то здесь вань короче перед привет жене детям пользуясь случаем короче как всегда ты как на радио знаешь где-то позвонил дозвонил в общем пацаны серия заканчивается увидимся услышимся всем пока